Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы уже достаточно длительный период времени говорим о красоте с той или иной точек зрения. В прошлый понедельник мы начали говорить о, наверное, самой красивой или, так скажем, книге, посвященной красоте, ну так нарочито посвященной красоте, книге священного писания, книге Библии. И называется эта книга прямо так «Песнь песней», то есть высшая песня, «Превосходнейшая песня». Мы в прошлый раз сказали, что это единственная книга Библии, где ни разу не встречается слово «Бог», где нарочито как будто бы избегается тема заповедей, повелений, каких-то регламентаций и императивов религиозных, как куда двигаться, чтобы достичь спасения и царства Божия. Эта книга как будто бы вообще выпадает из общего канона священного писания, потому что она про любовь. Она про любовь мужчины и женщины, и в ней высокий уровень эротизма, чего уж тут скрывать и быть ханжами. Так как этот текст вообще появился в Библии? Почему мы, христиане 21 века, читаем и должны читать этот текст? Чему этот текст может нас научить? Во что нам следует вглядеться? А текст этот действительно по-настоящему восхитительный. И восхищал он людей разных-разных времен, разных-разных эпох и народов. Ну, просто перечислим. Стихотворный перевод этой книги сделал Вольтер. Книга, которая находится в школьной программе, то есть ученики и школьники 10-11 класса читают книгу Куприна Суламифь. Есть множество аллюзий в стихотворных текстах, Цветаевой, Фета, Мандельштама, Ахматовой и многих других поэтов Серебряного века. То есть этот текст, наряду с текстом Евангелия от Иоанна, восхищал мыслящую интеллигенцию 20 века, как никакой другой текст. И вот я надеюсь, что я уже сделал достаточную рекламу этого текста, чтобы нам перейти к разговору. Разговору с библеистом Сергеем Викторовичем Соловьевым. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день и здравствуйте всем нашим дорогим телезрителям. Да, телезрителям. И мы сегодня договорились с вами уже подойти к содержанию книги. Мы немножечко коснулись темы авторства, темы датировки, темы названия и общую идею, как бы так, осветили. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как эту книгу можно читать. Есть разные пути, разные способы. Есть путь буквалистский, буквально понимать этот текст, то, как там написано, то, про что это написано, про то и текст. И есть путь аллегорический, о нем мы поговорим, насколько понимаю, в следующей нашей встрече. Сегодня мы коснемся главного содержания и того буквального подхода к тексту, который нам талмуд как раз запрещает. По-моему, да? Талмуд? Запрещает вся предыдущая традиция вплоть до 19 века. Давайте, вот, собственно, с места в карьеру. С запретного, собственно, интересно говорить, да, получается. Ну, я надеюсь, что мы вот в этой части сможем поговорить о буквальном толковании этой книги. Оно существовало, оно было скорее таким подпольным больше толкованием. И, в общем-то, толковать буквально предпринимали многие люди, но до нас дошли единичные, вообще несколько имен только. Ну, например, вот в IV-V веке Феодор, точнее, в V, Феодор Мапсуэтистский, такой вот осужденный IV Вселенским собором, он толковал эту книгу буквально как песня, которая произносилась на пирах, подобно сочинениям Платона и еще некоторых. И за эту точку зрения его, и не только за эту, но это именно порицали. И отцы Вселенского собора назвали это, в общем-то, нехорошо. Ересью. Ересь у него, скорее, там какие-то догматические были, но вот за буквальное прочтение ему было нехорошо. Затем... Как-то витилатова. Да. В XII веке был раввин уже в иудейской традиции. Кстати, вот в христианской традиции после осуждения Феодора Мапсуэтистского мало кто, по крайней мере, неизвестно мне, может быть, каким-то ученым еще известно, но вот нам неизвестны практически имена. Кто еще хотел читать буквально? В иудейской традиции раввин Авраам Ибн Эзра, живший в Испании в XII веке, предложил буквально это укование, песнь-песнь, как такое лирическое произведение о любви пастушки к пастуху, которая променяла богатство Соломона на жизнь с любимым человеком. И это, конечно же, было воспринято очень плохо, потому что это было против семейных ценностей, потому что если кто и предпринимал буквально читать, то говорили, что это любовь между Соломоном, его женой, точнее одной из жен или наложниц Соломифи, и тогда все это вроде вписывалось в какую-то христианскую и иудейскую концепцию брака, в том смысле, что это песнь брачная получается. Ну и потом я еще упомяну имя такого Мендельсона, жившего в XIX веке, и вот он уже открыто объявил о буквальном прочтении, и, естественно, в XIX веке с развитием экзегеза, такой историко-культурный, смогли сравнить песни-песни с другой восточной литературой, египетской, шумерской, с того, что дошло, угорицкой, огромная библиотека есть, ну и некоторыми другими с буколиками сравнили, нашли множество, ну и с буколиками я имею в виду, Вергилия, буколики Вергилия, и так далее. Так получилось, что песнь песней при научном изучении, она хорошо вписывается в восточную поэзию о любви. Вот так вот получилось. Ну, если кому из наших телезрителей интересно, есть прекрасная докторская диссертация на этот счет, написанная. Галина Синила защитила докторскую на тему, на тему, в общем, называется ее диссертация «Песнь-песни в контексте мировой литературы в двух книгах», издана в Минске в 2012 году. То есть, если кому интересно, можете как раз вот посмотреть. Единственное отличие, как пишет Галина Синила, наблюдается, вот когда мы сравниваем песнь песни с другой восточной поэзией, мы видим много сходств в оборотах, а именно вот эти вот там поэтические состязания и так далее, образы любви, это все там общее. Но есть одно очень важное обстоятельство, которое вообще сильно разнит. Дело в том, что языческая литература, условно назовем языческая, которая, она вся пронизана богами. Боги сверху управляют возлюбленными, ведут их там, к ним постоянно молятся, к ним обращаются. В общем, там все пропитано, как бы на земле реализуется некий сценарий, который там где-то... Прописан где-то на Олимпии. Да, да. А вот «Песнь-песни» ни разу не упоминает, как вы уже сказали, отец Сергий, имя вообще Бога не упоминает. Там мужчина, женщина свободны, чересчур свободны, о чем мы будем дальше говорить. Ну, я надеюсь, вот такое прям будет буквально толкование. Да, достаточно. Так если обращаться все-таки к содержанию, то есть для тех, кто никогда не открывал Библию вообще, или в частности не открывал «Песнь-песней», о чем эта книга? Ну, кроме того, что это про любовь, но она достаточно, там, несколько глав, вот, о чем эта книга, и чему она призвана научить читателя? Мораль-то какая, спросит. Ну, прежде чем... Дотошный результат. Прежде чем перейти к морали, вот здесь есть что-то, может быть, и даже антиморальное, прежде чем перейти к морали, я бы хотел показать сюжет какой-то. Вот мы в прошлой передаче говорили, есть ли там сюжет или нет сюжета. Вот наши отечественные библеисты, вот Алисницкий и многие другие, говорили, что все-таки есть сюжет. И мне кажется, что он там действительно есть. Вопрос, какой сюжет? И здесь начинаются разные версии, скажем так. И вот первая главная версия буквального толкования, которую мы можем встретить чаще всего, если кто-то буквально толкует, что это Соломон встретил, когда был молодой, вот эту девушку загорелую, Соломиев, черная, как она говорит я, но красиво, да? Черная, как там, телом, но красиво, или как-то нет? Черная, но красиво. Но красиво, да. Да, ну и я помню такое толкование, что типа это вот, она черная, не столько черная лицом или телом, а что она черна поступками и делами, какими-то, да, но красиво. Это из-за аллегорического толкования. Да, это аллегорический, о котором мы будем говорить в следующий раз. Мы сегодня, надеюсь, все-таки буквально и разберем. Так, она черна. Есть одна версия, что это брачная любовь, такая Соломона к девушке, Соломифе, и вся книга вот посвящена их там любви, потом у них разлука, в конце они опять встречаются, видимо, какой-то их разлад был, или он уходил куда-то. Ну, в общем, такая вот любовь. Это одна версия. Но есть другая версия, кстати, не объясняет эта версия, почему возлюбленный называется то царем несколько раз, но чаще всего пастух. Пастух. А был ли Соломон пастухом? Такой вопрос вряд ли. Ну, может быть, у них такие были какие-то там ролевые названия, свои там семейные какие-то, да? Не, ну, с другой стороны, даже Зевс, спускаясь, ну, если мы берем языческую, да, греческую мифологию, даже боги, спускающиеся с Олимпа, они спускаются не в своем обличье, они притворяются в том виде пастуха пастуха или еще как-то. Ну, хорошо, может быть. Может быть, Соломон, понимая, что его знают. Некий речевой оборот, может быть. Но все-таки это тогда непонятна драма книги. Дело в том, что у учительных книг Ветхого Завета у всех есть некая драма. Книгу Илова, кто читали, это вот спор с идеей, что бог любит только за праведность, да, и так далее. У псалмов есть некая своя композиция, идея, которая разворачивается в псалмах. Здесь, в таком случае, если это просто любовь Суламифи, это, кстати, не имя собственное, Суламифи, смыслница, жительница Шулема. Но мы ее привыкли звать Суламифи, мы и так и будем это делать. Не совсем понятно, где здесь такой интригующий, скажем, где здесь драма. Ее как бы, она непонятна. Ну, вот они любят друг друга. Есть другое понимание, которое я сегодня хотел поделиться. Оно, к сожалению, или к счастью, оно немножко не вписывается в традиционную версию. Мое понимание, не трагедия, а, скажем, как у нас есть трагедия, а есть еще какая жанра. Кроме комедии. Нет, кроме комедии. Ну, драма. Драма, вот. Здесь есть драма, как на мой взгляд. Драма заключается в том, что, и вот я начну, в общем-то, по книге. Где здесь эта драма? Она, кстати, очень хорошо раз вкладывается прям по книге, даже ничего переставлять не нужно. Начинается книга с, ну, зачитаю первые слова, поцелуями, пусть напоит меня, слаще вина твоей ласки, а дальше, говорится, влеки меня, за тобой побежим. О каком-то побеге. Как мне кажется, это как бы уже конец книги в каком-то смысле. Они хотят убежать. Ну вот, а убежать от чего они хотят убежать? Дальше сказано, что она попала к царю, в чертог, привел меня в свой чертог. Девушку привел. И дальше рассказывается история, прямо дальше, в четвертом стихе рассказывается, что она, оказывается, была в винограднике, братья ее туда сослали, ну, или хотели спрятать. И вот, следя за виноградником, она говорит, я за своим не уследила. Слово виноградник, в данном случае, как говорят опытные филологи, это эфемизм. Эфемизм. Ну, как, не знаю, положить под стегно Абраму руку и Лазару в Ветхом Завете. Эфемизм в данном случае, что она говорит, я потеряла девственность в винограднике. Хотя она еще была и не зрелая девушка, очень молодая, мы узнаем дальше. Но вот там, видимо, она потеряла свою девственность. А дальше, но при этом она находится уже у Соломона. Она попала в его гарем. И дальше мы узнаем следующее, в общем, в шестом стихе, она обращается к своему любимому пастуху. А дело в том, что она как раз-таки полюбила там в винограднике, когда старожила, пастуха полюбила, обычного. Давайте вот заметим эти места. Так. Скажи мне, о мой любимый, где ты пасешь скот? Где отдыхаешь с ним в полдень? Чтобы я не блуждала возле стад других пастухов. Она его ищет. Дело в том, что пастух не может к ней прийти в чертоги царские, там, где она живет. Дальше говорится, она спрашивает, ну, в общем, как найти? Пастух ей отвечает. А здесь, я забыл сказать, здесь по ролям идет. Книга построена он, она, девушки Иерусалима и в конце там братья ее. Все это чередуется. В традиционном издании, синодальном издании, если наши телезрители читают, они этого не найдут, потому что текст там сплошной. Но я рекомендую читать перевод РБО, очень качественный, 2011 или 2017 года. Здесь как раз все поддельно по сюжету. РБО – это российское библейское общество. Спасибо очень, да, за пояснение. В общем, есть такой, они сделали разбивку, мне кажется, очень хорошую разбивку. Ну, опять-таки, она, конечно, несколько условная, это разбивка, надо помнить. Что дальше? Пастух ей отвечает, ступай по следам овец. Как романтично. В общем, навигация замечательная. Куда овцы пошли, туда и я. Находясь в Иерусалиме, да, дальше следует словесное состязание возлюбленных. Здесь, знаете, это как бы, здесь нет четкого сюжета, но представьте, вот эта девушка сидит в Иерусалиме, и он там, и вот они друг друга воспевают. Либо они встречаются в саду, и друг друга воспевают. Такой был жанр. Кто краше, кто лучше, друг друга красиво воспоет. Но было одно правило в этом. Ты не должен повторяться. То есть, если один воспевает нос, ты должен уши воспеть. Если один глаза воспевает, ты должен волосы воспеть. То есть, вот такое должно чередование. Это отсылаю, кто не читал, Бухолики Вергилия. Там, собственно, вот это есть. Дальше, эта девушка, здесь следует воспевание. Я зачитаю, что мужчина сравнивает любимую с кобылицей фараона. Видимо, это было очень престижно в те годы. Глаза сравнивают с голубками. Внимание, читатели, синодальный перевод как голубины. Это неправильный перевод, давно доказано. У голубей маленькие глаза. Глаза как голубки. Сами глаза подвижные. Голуби символ чистоты. Она невинная. Не то, что невинная, она такая, она живая и подвижная. Вот такая она. У нее глаза голубиные. Сравнивает, в общем, волосы со стадом кос, спускающихся с галацких гор, зубы со стадом отборных овец, губы с алой тесьмой, щеку с половиной граната, шею с башни Давида. Это, знаете, Саша Черный написал стихотворение «Соломифь». Рекомендую всем почитать, где высмеивается, заказывает Соломон статую «Соломифь». И он говорит, ну, сейчас я опишу. Он говорит, ну, шея у нее, как башня Давидовна. Уродину такую приносит ему херам. И он говорит, что ж ты наделал? Он говорит, ну, ты же мне сам написал, в общем-то, как это положено. Но это шутка, естественно. Ну, понятно, да. А дальше, ну, груди сравнивают с двумя олененками, запах платья с запахом ливанского леса. Девушка взамен тоже должна с чем-то сравнить. Она сравнивает возлюбленного с ладанкой, с мирой, соцветием хны, яблоней среди диких деревьев, молодым оленем, кстати, здесь пересекается, яблоки, гранаты, лани, лилии и так далее. Все это эротические образы Древнего Востока. То есть, мы должны понять, они воспевают телесную красоту друг друга. Вот о чем идет речь. Дальше, как Василий Васильевич Розанов писал «Песнь песни», это ароматическая книга. Ну, то там все пронизано запахами, вкусами, ощущениями, вкусами и так далее. Но я не закончу. Киностетическое скорее. Вот я боюсь не успеть буквально толкование. Соломиф находится в Иерусалиме, не в симах покинуть горе. Но по ночам она сбегает к своему любимому пастуху за город. Иногда ее избивают. в последний раз. Пишет, она говорит, «Он привел меня к себе, угощает вином, поднял знамя любви надо мной, подкрепите меня сластями, яблоками освежите, я больна от любви. Его левую руку под голову мне, а правой пускай обнимает». Об этом узнают девушки Иерусалима. Естественно, девушки Иерусалима это такие матроны местные. Они богатые, она же ведь не местная. И они пытаются ее немножко подтрунивать. Ну, ей надо было защищаться перед ними, что она на самом деле красивая, хоть и не такая белая, как они. Они и говорят, точнее так, она к ним обращается, девушка Суламифи. «Заклинаю вас, девушки Иерусалима, газелями, дикими ланями, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться». Это будет много раз к ним. То есть, как бы не торопите, не подождите, клятву мою, тайну не открывайте, она так дальше так и скажет про клятву. В третьей главе Суламифи ночью сбегает из города и там его встречает, любимого. «Встану, обойду город, на улицах, площадях любимого поищу, искала, найти не могла, мне повстречались стражники, которые город обходит. Любимого не видали, едва я их миновала, тут же нашла любимого, поймала, не отпущу, пока в дом матери моей с ним не приду, в покое моей мамы». Речь идет вот о любви, что она очень его любит, «поймала, не отпущу», такая вот сильная у нее любовь, тяга к нему. Но мы дальше будем двигаться. Девушки Иерусалима знают о похождениях в Суламифе и начинают ее привлекать красотой Соломонова царства. Они и говорят, они обращаются, «Вот Соломонова ложа, вокруг 60 воинов, воинов-израильцян, все мечами вооружены, обучены ратному делу, меч у каждого на боку, чтобы ужас ночной отогнать. Ложа ж сделал себе царь Соломон из ливанского кедра, столбики сделал серебра, спинку из золота, подушки из пурпура, внутри все наполнено любовью». Они и говорят, «Посмотри, какая прелесть, как замечательно заниматься любовью вот в этом спальне Соломона». Они говорят, что там еще столько воинов рядом стоит, потому что не знаю, всегда ли они там стоят. Вот. А она, в общем-то, не приезжается, ей не нужны деньги, ей не нужны богатства. Однажды пастуха храбрелый ночью пришел, там был такой сюжет, мы его пропустим, он к ней постучал, а она уже разделась, и когда она вышла за ним, по какой-то причине он исчез. Видим, видно, возможно, его заметили. Он убегает, она бежит за ним, ее ловят стражники, избивают и раздевают ее, снимают с нее покрывало, стягивают. И она опозоренная ногой должна бежать к себе. То есть, вот такая, из-за любви она терпит такие унижения в городе. Мы предлагаем почитать самим нашим зрителям пятую главу и седьмую, собственно, да, седьмая глава. Суламив преодолевает препятствия и находит любимого. В этом месте звучит квинтэссенция книги. Вот здесь, мне кажется, центральная часть, центральная идея книги, о которой вы спрашивали. Так, наконец-то так. Наконец-то. Квинтэссенция звучит так. Стих, восьмая глава, шестой стих. Читаем. Носи меня, словно печать у сердца, словно печать на запястье. Ведь люта любовь, как смерть, как шиол, ревность жестока. Ну, или по-русски, как там, крепка, сильна, как смерть, любовь. У меня перевод РБО. Здесь речь идет, что, несмотря ни на какие испытания, она, девушка, не может, несмотря на какие соблазны, богатые жизни в гареме, правда, знаете, жизнь в гареме, она не отличалась особой счастью, как писал, в общем-то, Пушкин в Бахачесарайском фонтане, что и жены чахлые гиреи думать и мечтать не смея, цветут в унылой тишине. В общем-то, жизнь в гареме, она несколько богата, но безрадостна, поскольку очередь там, в общем-то, оттысячная была, в общем-то, у Соломона. Девушка, квинтэссенция книги в том, что любовь очень сильна, особенно первая любовь, которая у этой девушки была с пастухом там, в винограднике. И дальше, в общем-то, следующие слова, вероятно, посвящены царю Соломону. Она обращается, как бы, к нему. Кто предложит все деньги свои за любовь, над тем посмеются и только. Кто предложит деньги за любовь, над тем посмеются. Купленная любовь ей не нужна, она свободна, она хочет сама выбирать свою любовь. И дальше, взамен жизни наложницы в роскошном дворце девушка выбрала вольную жизнь с пастухом. Внезапно наступает сцена уже в 8 главе, 10 стихе, чуть раньше. Сцена в доме у девушки, она попадает к себе домой, как бы. Либо это ретроспективно, то есть это взято из ее прошлой жизни до того, как она попала, либо это вот она попадает к себе домой и там происходит диалог. А братья говорят, что мала наша сестра, у нее еще грудь не выросли. Она говорит, нет, они как башни уже стоят со сцены. И говорят, что вот вы меня никуда не спрячете. Они говорят, мы бы тебя хотели спрятать в стену или в башню. А она говорит, я там не помещусь, ну как бы меня туда не спрячешь, я такая видная девушка. Она показывает, что я сама хочу, я не хочу слушаться вас, братьев, я сама уже могу выбирать. Это такая песень о свободе выбора девушки в то время. Вот такая попытка. И дальше она говорит, я стена крепостная, мои груди как башни. Это к тому, что ее нельзя спрятать. Да. В конце книги здесь есть ирония и юмор в конце книги, который многие не замечают. Давайте мы все-таки зачитаем этот юмор. В конце книги от лица Соломифи, здесь ученые спорят, либо это Соломиф говорит, либо ее любимый пастух, но смысл примерно очень похож. То есть можно и так, и так. Сказано, у Соломона был виноградник в Бааухамоне, он поручил его стражам, за плоды его пусть платят по тысяче серебром. У меня есть свой виноградник, получай, Соломон, свою тысячу, виноградаре по две сотни. Не совсем понятно, в чем ирония. Восточный язык очень любит намеки. Возможно, если мы правильно понимаем, у Соломона был виноградник, речь идет о гареме. У него в гареме, как вы помните, согласно книге царств, было 700 наложниц и 300 жен. Итого тысяча. Намек на его гарем, на его жен и гарем, соответственно. И вот говорится, что Соломон, вполне вероятно, виноградник здесь в переносном значении, как я говорю, гарем, и говорится, пусть царь занимается своими женщинами, а у пастуха, или если это от имени Соломифи, свой виноградник. Ага, понятно. То есть, как бы он не покушается на нее. То есть, есть возлюбленная Соломифь у пастуха, если это пастух говорит. То есть, у Соломона много своих виноградников, девушек, да, а у меня вот одна своя. Вот. И книга не совсем этим заканчивается, есть еще пару строк, и вот здесь я предлагаю, как читать, там любимая, точнее, Соломифь, говорит, беги своему пастуху, беги, беги отсюда, прячься, в общем. И здесь мы переходим в первую главу, в ее начало. Первая глава начинается, что давай убежим, а потом она говорит ему беги. И вот здесь вот интригующий момент. Они вместе убежали, или она осталась? Его выгоняет. Нет, не выгоняет, в смысле, она решилась. Да, вот на это. Но мне кажется, если квинтэссенция книги крепка, как смерть, любовь, а у них есть любовь с пастухом, то, наверное, она бежит. Конец неясный, чтобы мы сами могли додумать. Вот такое вот у нас нетрадиционное прочтение. Я понимаю, почему люди боятся буквалистского прочтения. И, может быть, ну, это тема вообще отдельного разговора, и тема отдельных каких-то передач, может быть, не связанных с текстом песни-песней, но вообще злободневность вопроса, почему, ну, например, христиане, не будем говорить про иудаизм, потому что я вот в данном случае не сведущ, но почему христиане так боятся телесности, почему телесное проявление любви так пугает, что ее нужно обязательно истолковать аллегорически. Вот, то есть, почему нельзя буквально прочесть, что и на уровне тела Богом благословлена любовь и взаимное влечение мужчины и женщины, почему-то как-то мы очень легко забываем первое поручение данное Адаму и Еве плодиться и размножаться, что это, в общем-то, Богом благословленное нечто, и плодиться и размножаться это не как кольчатые черви, не как, не знаю, некая, опять же, метафора и аллегория, вполне себе телесной плодиться и размножаться, почему мы так боимся телесности и поэтому прячемся за аллегорию. Этот вопрос меня, честно говоря, уже очень давно так вот мучает, у нас, по-моему, только один отец Вячеслав Рубский рискнул ответить на этот вопрос, за что и поплатился, кстати говоря. Вы вот, у нас буквально две минуты, вы бы вот для себя как ответили на этот вопрос, если просто вот вкратце, и потом мы в следующий раз встретимся с вами уже об аллегорическом пути чтения этой книги поговорим. Я для себя отвечаю так, что независимо от эпохи люди стесняются и не очень знают свое тело. Тело нечто, как писала Ахматова, кажется, или, если я ошибаюсь, как там, мое, такое близкое, такое... Нет, это Мандельштам, по-моему. Я не помню автор, но строки знакомы. Наши, да, телезрители вспомнят, что вот такое близкое и такое мое. Люди не совсем знают, что делать со своим телом, они его стесняются, и вообще у нас слабая саморефлексия, то есть самопознание, в этом смысле мы со своим телом не всегда дружим. Поэтому это скорее даже... Ну, здесь есть вторая вещь, о которой, скорее, культурные влияния аскетические, египетского аскетизма, влияния. Если у нас будет время, мы, может быть, на следующей передаче покажем, почему аллегорическое толкование победило все другие толкования в истории. Сергей Викторович, спасибо огромное, время неумолимо. Безумно благодарен за сегодняшнюю встречу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Я, опять же, ориентирую вас в следующий понедельник присоединяйтесь к нам. Мы продолжим и закончим, ну, как-то закольцуем разговор про книгу «Песнь-песни» и поговорим, как же ее все-таки можно понять по-другому, как не буквально. Храни Господь! До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова